и всем привет друзья вы на канале sky top games и сегодня у нас в эфире игрушка под названием эволюция никогда не заканчивается цел ту сингуларите beyond что себя представляет эта игрушка это генетическая игра развития жизни на земле данная игрушка кстати есть по моему на андроидах то есть play маркете можно на свой телефон гаджет скачать данную игрушку покликать поиграть да принципе эта игрушка знаете как кликер просто сидишь нажимаешь на экран телефона либо работаешь просто кнопочкой мыши зарабатываешь очки и тем самым устраиваешь эволюцию в жизни да то есть смотрите мы сейчас находимся дернулись вернее на четыре с половиной миллиарда лет назад и в общем вот наша звезда и вот наша планета то вот камень вот такой раскаленный кусок камня вот в общем давайте посмотрим что здесь есть и что вообще чё тут надо делать так ну вот она древо жизни такое можно сказать то есть мы можем смотрите сейчас мы будем эволюционировать вот наша планета земля у нас уже есть 11 очков энтропии в дальнейшем эти очки будут сами по себе прибавляться тут будут какие-то интересные факты штучки дырючки открываться по планете земля по эволюции по клеткам по организмам по одноклеточным многоклеточным в общем вся вселенная вся жизнь будущей планеты земля солнечные системы и жизни в наших руках в общем поехали планета земля нажмите чтобы выбрать да тут есть интересные такие статейки земля земля обеспечивает смесь химических веществ изобилий воды атмосферу которая идеально подходит для развития жизни ну что ж планета земля эволюция вот такие вот интересные кристаллики здесь летают можно их подбирать и они также дают некоторые очки энтропии так далее в какую ветку мы с вами будем с вами с вами с вами господи сейчас эволюционировать ну вообще нам нужно сначала чтобы появилась появился наш спутник это луна давайте сейчас накликаем я кстати говоря перед съемками чуть-чуть поиграл в эту игрушку вообще я в нее уже играл когда-то на телефоне и я тут немножко поиграл по зависал до вспомнил некоторые моменты некоторые азы я понял что блин для продолжения для огромной эволюции для огромной эволюции до эволюция не заканчивается никогда вы видите да то есть все выше и выше вдали и далеко и там столько открытий я даже не знаю не помню до какой ветки я доходил мне понадобится вторая мышка я не знаю сейчас передается кликанье я вот сейчас сижу щелкаю на левую правую кнопку мыши чтобы набрать очки энтропии в дальнейшем немножко будет попроще когда мы будем прокачивать клетки днк откроем первые организмы там уже как бы автоматом очки энтропии начнут потихонечку сами накапливаться вот что мне еще не нравится вот это вот фигня это то что знаете как в телефоне за донат что-то нужно купить приобрести и так давайте луна энтропийный клик доходы плюс 4 то есть плюс 4 м энтропия у нас будут идти гравитационные силы вызванные луной и солнцем и вращение земли создают приливы и отливы древних океанов принося жизнь да кстати кто то говорит что в этой игрушке можно что-то узнать поизучать космос там узнать что-то о клетках да немножечко это есть так луна луна рождается когда объект размером с марс врезается в юную планету земля планета т я врезалась планету земля и зародилась наша луна так что же едем дальше первичный бульон бульон раствор на первобытной планете земля богатой органическими соединениями создающие идеальные условия для развития жизни так первичный бульон первичный бульон это что это наверное наверное скорее всего как там она правильно называется поздняя бомбардировка до астероидами когда астероиды с частицами воды с кристалликами воды попали на планету земля появилась первая вода так ну что же ладно давайте открываем первичный бульон эволюция наша уже пошла 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 жалко я сейчас ничего не получил от кристаллика ну да ладно так нам нужно вот сейчас мы можем открыть еще кстати нуклеотиды и аминокислоту аминокислота атомы и молекулы соединяются вместе для создания исходных компонентов жизни открываем аминокислоты являются строительными блоками жизни так кстати тут подразделчик такой справа стороны будет висеть и тут посмотрите жизнь создана аминокислота в общем в этом подразделчике можно будет смотреть рнк днк первые какие-то бактерии на планете земля каждая купленная вами жизнь увеличивает фоновое производство энтропия я понял хорошо то есть то есть сейчас мы когда будем открывать какие-то новые клетки очки энтропии пойдут быстрее и кстати вот наша планета земля посмотрите космический бульон так блин я думал я нажму на этот астероид и получу какие-то очки энтропии но не 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 судьба окей так по 5 очков энтропии уже хорошо так можно открыть нуклеотиды это химическое соединение которые создают основу для днк и рнк тоже немаловажно открываем так чуть-чуть пощелкаем аминокислоту можно прокачать я вот не помню по моему очков до 100 и чем больше дальше ты прокачиваешь различные молекулы бактерии первые клетки тебе нужно больше очков энтропия так вот здесь у нас что это аминокислота я так понимаю да у 1 93 прикольно классно мне это уже нравится так белок можно открыть белок днк рнк в итоге нам нужно тысячу можно в принципе уже открыть белок строительные блоки живых клеток белки это молекулы образованы из длинных цепей аминокислот что они нам дают в дальнейшем плазматическую мембрану что немаловажно это наверное уже поскорее нужно открыть днк производит 055 энтропии молекула с уникальным свойством саморепликации бесконечной конфигурации днк формируют основу всех эволюционных изменений до днк ну что же отлично днк у нас тоже в принципе уже открытом сейчас мы когда все откроем вот эти вот днк рнк аминокислоты прочее все прочее мы можем уже открывать первые клеточки так 769 вот посмотрите так сейчас погодите секунду рнк рнк давайте откроем есть рнк открыта что такое рнк носитель генетического кода производящие белки ну что же неплохо и кстати говоря мы уже можем открыть в принципе прокариотическую клетку первый живой организм хотя у этих крошечных одноклеточных организмов нет ядра обернутого мембраной но они продолжили а проложили путь для развития остальной жизни ну что ж давайте откроем нашу прокариотическую клетку и плазматическую мембрану сразу до чтобы не останавливаться на начатом так сказать так 1400 должно хватить плазматическая мембрана защищает внутреннюю часть клеток открою от окружающей среды да давайте прокачаем это чтобы наши клетки были намного живучи ну что ж открываем нашу первую клетку первые признаки жизни бурлят в первичном бульоне первая клеточка классно так ну что ж поехали дальше планета земля отлично я хочу сейчас наверно прокачать немножко аминокислоты господи наверное надо будет следующий раз за кадром мне нажимать на кнопки мыши иначе я сайду с ума пока я набираю нам наши очки нужные до для открытия аминокислота так ну что ж поехали давайте опа у нас открылись вулканы до 10 откроем вулканы углекислый газ выделяемый вулканами нагревал землю и был основным катализатором в создании пригодной для жизни окружающей среды а мне интересно если что-то вот из этого вот здесь допустим какие-то закрытые до части эволюции мы не откроем как это повлияет на дальнейшее действие в развитии эволюции человечества какие будут в дальнейшем открытия и будут ли они вообще интересно так озоновый слой 65000 офигеть нет пожалуй я пока это пропущу поеду дальше так мы можем открыть вирус первые бактерии бактерии одноклеточные микроорганизмы имеющие клеточные стенки но не имеющие органеллы которые есть у многоклеточных организмов на множество бактерий необходимы вам для жизни ну что ж давайте откроем первые бактерии и нам нужно наверное открыть вирус вирус удивительно но если бы не способность вируса проникать в днк организмов люди возможно даже не существовали бы биологический агент который размножается в клетках других организмов открываем вируса первые так далее наверное нужно открыть митохондрию ядро я хочу дойти до стадии какой-нибудь большой клетки какой-нибудь многоклеточной первой жизни не знаю что это будет может быть какие-то губки первые моллюски ядро на центр управления клетки содержит хромосомы в которых находится днк открываем ядро так и митохондрию электростанция клетки митохондрия это органелла превращающая глюкозу в энергию так я всю биологию наверно выучу пока играю в эту игрушку не только биологию а историю нашей планеты и все прочее так ну вообще я в школе конечно учился уже половину позабыл так мне нужно посмотреть интересно очки копятся да идут идут у нас нашим как они там правильно называются я уж забыл где-то я видел ладно неважно не суть нужно открыть эту и у кара кариотическую клетку так стой подожди более продвинутый собрат клетки клетки имеет ядро для хранения генетической информации грибы растения животные простейшие состоят из экуариотических клеток открываем более сложный организм на нашей планете земля уже появился да было бы здорово если бы разработчик еще бы придумал знаете какой-нибудь отсчет времени тоже бы было бы неплохо смотрелось бы интересно наша планета земля как-то будет со временем видоизменяться так сейчас мы в принципе можем открыть цитоплазму открыть ткань и открыть фильтрацию здесь скорее всего какой-то будет более такой сложный организм в дальнейшем а еще нужно наверное прокачать аминокислоту чтобы нам больше давала очков да давайте ну вообще хотел до 30 прокачать но не столь важно так а я могу уже ведь еще и клетки сами прокачивать да они как-то влияют на производство очков и плюс на большее их количество воспроизводства а в два раза то есть даже будет воспроизводство так давайте сейчас наверно до откроем фильтрацию ткань цитоплазму так ну что ж посмотрим я тут немножко посидел в общем я открыл метод процесс бесполого размножения при котором одна клетка делится на две идентичные клетки а далее можно в принципе открыть бесполое размножение то есть наши клеточки будут больше и больше размножаться это будет давать нам больше очков больше клеток будет становиться на планете земля и также я уже открыл фильтрацию пассивный способ найти питание питательные вещества фильтруются проходя сквозь тело организма метод питания моллюсков криля и губок и вот кстати говоря первые губочки которые сейчас мы с вами можем открыть до губочки буду давать кислород на нашу планету земля и открыл я еще ткань органы состоят из нескольких видов тканей группы клеток объединяются и адаптируются для выполнения конкретной функции то есть более сложные организмы посмотрите в дальнейшем можно открыть еще мышцы нервную систему и возможно даже здесь появится какой-то первый живой организм и что это будет я пока не знаю я бы конечно еще бы озоновый слой прокачал бы открыл чтобы наверняка наша планета земля была более похожа на планету земля и чтобы наши организмы я не знаю что ожидать в этой игре какую эволюцию чтобы наши организмы никоим случаем не погибли ну что же открываем первые губки первые в мире многоклеточные организмы это мы делаем с вами это неподвижные фильтраторы являются результатом объединения нескольких эквариотических клеток открываем о да один становится множеством появляется первый многоклеточный организм многие клетки соединялись 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 друг с другом и появился впервые вот такой живой многоклеточный организм губка жизнь создана на нашей планете земля уже появилась первая жизнь очки достаточно быстро идут и кстати говоря я заметил вот здесь появилась такая функция морская жизнь здорово у нас есть множество тнк эквариотических клеток и первые бактерии вот эти вот я не знаю забыл их название ну в общем не суть так мы можем в принципе сейчас пойти по пути бесполые размножения либо мышцы нервную систему и открыть более наверное сложный организм так и можно в принципе продолжить еще дальше медуза и там по наверно какие-нибудь организмы более такие несложные я бы сказал так три тысячи очков мы забираем ну давайте да наверное сделаем нет нет я пойду по пути более сложных организмов бесполые размножения я пока что оставлю ну а если тебе понравилась данная игрушка в стиме она вроде как бесплатная ну на просторах интернета с торрента вы можете спокойно и скачать а также закачать на свои смартфоны андроиды и айфоны игрушка под названием жизнь никогда не закончит свою эволюцию да вот в общем если видосик вам понравился пальчик вверх подписка на канал колокольчик и пишем пишем в комментариях хотим ли мы продолжения данные игрушечки хотим ли мы дальше эволюционировать нашу жизнь в общем давайте все всем пока и до новых встреч всем хорошей эволюции